всем привет дорогие друзья вы на канале эти доктор сегодня мы рассмотрим еще два тега для работы с формами это два последних тега в этом цикле следующее видео будет посвящено именно созданию красивой формы с оформлением интерактивностью и применением большинства тех тегов которые мы изучили ранее давайте рассмотрим теги fieldset и legend это также как и select option они идут вдвоем смотрите пишем форм fieldset и внутри него мы пишем сразу же legend внутри legend мы пишем какой-то текст например наша форма сохраняем что мы видим такая вот рамочка у нас это fieldset сам то есть как контейнер а здесь у нас такой вот текст появляется и смотрите здесь мы можем добавить любое количество каких-либо элементов кнопок и input of текст арии и так далее и у нас это все будет сгруппировано в данном fieldset смотрите смотрите чекбокс бр поставим вы видите что у нас произошло например вот так вот у нас три кнопочки таких флажочка и давайте я вам еще хотел показать как работают радио баттон если мы просто поставим радио смотрите они работают некорректно то есть как чекбоксы но при этом мы их даже снимать не можем нас это конечно же не устраивает потому что радио баттоны они работают вообще по другой схеме по умолчанию нам необходимо здесь поставить name и у всех у них одинаковые например r1 сохраняем и теперь это все корректно работает вы видите мы можем поставить только один радио баттон активным это у нас делается с помощью атрибута name выставляется для всех радио из одной группы одинаковым и таким образом мы достигаем нужный результат теперь смотрите какие есть атрибуты у fieldset и legend disabled знакомый нам это заблокировать и форм то есть для какой формы он будет у нас соответствовать тут все просто сейчас нам вообще ничего не нужно указывать у legend align и title давайте их оба проверим line мы уже знаем что мы можем ставить left center и right давайте поставим центр вы видите текст у нас становится по центру и title то есть подсказка такая когда мы будем наводить она будет появляться смотрите заполните данные сохраняем наводим у нас появляется текст из title стоит она по центру ставим right она у нас становится справа в принципе на этом все такие вот два простых тега которые можно добавлять группировать элементы если надо оформлять их стиль без css обязательно переходите к следующему видео уроку он будет очень интересный мы будем на практике применять все полученные этапе знания и создадим очень красивую форму а на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями до новых встреч